Культура, жильё и городская среда, экология. Заседания Думы начали с подведения итогов реализации национальных проектов. Напомним, на заседании совместного комитета депутата голосования отменили, так как информация о качестве выполнения капремонта школы имени Балакирева и реконструкции детского парка Сосина была неполной. Исполнение проекта «Культура» предложили оценить как удовлетворительное, а проекта «Экология» как надлежащее. Проект «Экология» оценка надлежащей и жильё и городская среда, несмотря на то, что мы остаёмся в кассе с точки зрения формальной оценки, мы можем здесь просить оценку надлежащей, но мы понимаем, насколько это для нас самих некомфортно, ситуация всё-таки тревожная, мы не выполнили те цели, которые сами себе поставили, не государство, а именно сами себе, поэтому здесь просим оценку удовлетворительную. В этот раз народные избранники согласились с предлагаемыми оценками. На заседании обсудили и главный финансовый документ грядущего года. Принять проект бюджета не позволяли две поправки депутатов о реконструкции стадиона 12-й школы и об увеличении финансирования благоустройства округов. Поправки предложили отменить, но с условием, что народные избранники воспользуются правом выдать поручения администрации. Мы можем решением городской думы, когда оформляется протокольно, не оформляется отдельным решением, мы записываем в протокол поручения администрации, в котором прописываем сроки поручения, фиксируем текст этого поручения, ну и контролируем его исполнение. Так, до конца года депутаты должны подготовить предложения по округам на основные 500 тысяч и 200 тысяч дополнительно. Их предложения изучат ДГХ. По поводу второй поправки город Думе должны предоставить дорожную карту реконструкции стадиона также до конца года. Кроме того, по итогам заседания Думы изменили форму проведения торгов на рекламные конструкции с конкурса на аукцион. Проект решения разработали депутаты Евгений Михеев и Пётр Смирнов. Торги в новой форме пройдут в марте следующего года.